Микс Ньюс. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». Веду её сегодня я, Ольга Авдевич. И мы встретились, чтобы поговорить с нашим гостем, который приехал из Москвы. Это Глеб Нагорный, российский драматург, публицист, практикующий юрист. Здравствуйте, Глеб. Здравствуйте, Ольга. Буквально в двух словах я скажу о госте. Глеб включён в биографическую энциклопедию «Самых успешных людей России», «Ху из Ху» в России, изданной в Швейцарии, и входит в топ-10 адвокатов Москвы. Но мы с ним будем беседовать как с литератором. Литератор и драматург. По его пьесам поставлены спектакли «В Литве, в России». Его литературные работы публиковались в России, Израиле, Германии, Чехии, Литве. Начнём с литературы. Глеб пришёл к нам в студию с подарком. Буквально из типографии новая книга под названием «Флёр. Роман-файл». Расскажите, пожалуйста, что это такое за роман-файл? Значит, ну вообще, эта книга уже, это третий заход мой с этой книгой, потому что она один раз должна уже была выйти в одном издательстве, и более того, в одном из журналов опубликовали главы из романа. Но так получилось, что… Ну, это был такой маркетинговый ход, что издательство обанкротилось. Значит, ну, как это часто бывает на издательском рынке. Это сам «Флёр», он публиковался в своё время в издательстве «Окси Пресс», но опять же с издателем пришлось расстаться по причине того, что, в общем-то, они не выполняли своих обязательств определённых. И в данном случае это уже третий заход, но сюда, в этот сборник вошёл не только роман, но и рассказы. Тут 20 новелл рассказов, они идут под одним названием «День города», один из рассказов – это «День города». А вообще сам роман, он о жизни в компьютере, да, не знаю. А то есть роман «Файл»? Роман «Файл», потому что главный герой – это файл. Это файл, который, соответственно, проходит через все компьютерные директории и так далее и тому подобное. Но это, в принципе, метафора нашей жизни, да, то есть всё происходящее в компьютере очень похоже на то, что происходит в нашей жизни. Просто, ну, я за основу взял именно компьютер. Это экспериментальный, конечно, роман, по большому счёту, потому что акцент здесь, прежде всего, на языке, на игре с языком, на каких-то аллюзиях, на неологизмах. То есть он в этом смысле не для всех, он не простой. То есть для этого надо быть, в принципе, очень подготовленным читателем. Кто-то его сравнивает с романами Кавки, кто-то с Оруэллом, кто-то считает его сатирическим, кто-то философским. Не знаю, такая мешанина. Постмодернизм, иными словами. Но, в принципе, серьёзная литературная критика очень благосклонно приняла эту книгу и много очень серьёзных таких, в хорошем смысле, по-хорошему хвалебных рецензий. Да, да, да. Это правда. И в этом году у вас две очень серьёзные такие литературные победы. Вы стали дипломантом международного литературного конкурса на приз президента Международной гильдии писателей. И о чём мы ещё отдельно особенно хотим поговорить. Ваша пьеса, роман, перформанс, русский Хэллоуин, выиграла в конкурсе на лучшую пьесу года. Да, но это в прошлом году было, да. Да. И расскажите, пожалуйста, про этот русский Хэллоуин. То есть что это за пьеса? Если здесь у вас был главным героем файл и компьютер, то там главный герой – беглый олигарх, как сказано. Беглый олигарх, совершенно верно. Но эта пьеса, в принципе, это сиквел другой пьесы моей же, да, «Салон ритуальных услуг». И позапрошлом году я участвовал тоже в конкурсе, но не победил с ней. Вошёл в шот-лист. А вот в прошлом году, в 2019-м, «Русский Хэллоуин» он вошёл в десятку. Там участвовал, если не ошибаюсь, больше трёхста пьес из 17 стран мира вообще. Ну, русскоязычных, соответственно. И этим пьесам выделяется грант в 500 тысяч рублей. То есть на постановки в театрах. Но не в Москве и в Питере, а в других городах. Ну, потому что для Питера и для Москвы это не очень большой бюджет на постановку спектакля. «Русский Хэллоуин» – это, да, о беглом олигархе, который в «Салоне ритуальных услуг» является одним из, в общем-то, второстепенных героев. Большой какой-то серьёзной нагрузки не несёт. Но в конце пьесы «Салон ритуальных услуг» он как раз уезжает, соответственно, в Великобританию. Но его вынуждают уехать, да? Ну... То есть он что-то там натворил? Он не то что натворил, просто вот ему как-то поднадоело. В России там нету такого именно выдворения олигарха. Нет, он сам уезжает, просто вот ему вот, подустал он. И в какой-то момент, работая в одной из компаний, а поскольку я юрист, и юристы меня прекрасно поймут, когда начинаешь работать в компании, то первые три месяца идёт как бы ознакомление, значит, с работой компании, а дальше всё идёт по шаблону. И месяца через три заканчивается всё тем, что юрист начинает выходить, курить, пить кофе, общаться, поскольку если компания работает внятно и грамотно, то, в общем-то, это шаблонная работа такая заводская, по большому счёту. И мне стало скучновато. Я вспомнил, что у меня, значит, салон ритуальных услуг, и олигарх уехал. И, соответственно, думаю, о, а может быть развлечь себя? Я начинаю писать, в общем, конечно, как, собственно говоря, все вещи, они такие для себя писались. Я начинаю писать о том, что вот он, значит, проживает, причём я его воткнул всё-таки не в Лондон, а он у меня в Эдинбурге живёт, в Шотландии. Отсюда у меня появляются там шотландские юбки. А имя олигарха? Это Роман Андреевич. Роман Андреевич. И тут же читатели стали искать какие-то там аналогии, не Березовский или это не Абрамович? Да, я знаю. Более того, и рецензии на эту тему посвящены, и в литературной России на эту тему писали. Нет, никакого отношения ни к Березовскому, вообще никому это не имеет. Более того, это такой собирательный образ. Я в своё время жил в Литве, тоже работал на очень богатого человека. Там есть, в том числе, и его черты какие-то. Это собирательный образ, не более того. И, значит, он проживает в Эдинбурге, а те герои, которые в салоне ритуальных услуг, они, значит, к нему наведываются в гости. Ну и вокруг этого всё начинает строиться. Ну, чтобы понять, надо, наверное, всё-таки не рассказывать, а прочитать пьесу. Она сделана на стыке жанров. То есть она, это и проза, и драматургия. Потому что форму я выдержал драматургическую, но, тем не менее, по большому счёту, это, конечно, именно роман. Потому что это большая пьеса. Там много деталей, которые, в принципе, могут при постановке не понадобиться. Но тут я человек открыт, и это всё, в принципе, можно убрать. И плюс я исходил из того, что это должно быть интересно читать. Потому что, ну, в принципе, драматургию читать тяжело. По той простой причине, что это специфические жанры, и тут… Да, диалоги. Да, надо как-то иметь определённую подготовку. Вот вы подчёркиваете, что, в принципе, вот все ваши книги, ваши тексты, лейтмотив – это отношения человека с государством. Вот почему вы, например, не интересуетесь отношениями мужчины и женщины, психологические какие-то там внутренние, семейные, фэнтези? Почему вот человек и государство? А вы знаете, это само как-то получается, потому что, ну, так или иначе, мы в любом случае в государстве живём, и там все отношения, кухонные разговоры, они так или иначе сводятся к тому, что происходит, собственно говоря, в мире, в стране, в государстве, а уж не говоря уже о том, что вообще сейчас вообще в мире творится, в частности, там, в той же России, в общем, со всеми этими митингами и так далее и тому подобное. И вот так вот и получается, что от этой темы я уйти не могу. То есть вы как литератор и исследуете давление социума на личность? Да, да. Ну, так получается, понимаете? Ну, вот мне это как-то ближе. Это всегда у меня выходит каким-то двойным дном, волей или неволей, не знаю, но получается двойное дно, то есть помимо того, что есть существуют какие-то отношения между людьми, там, в том же русском Хэллоуине существенную роль как раз играет государство, которое не присутствует в романе, да, там, ну, то есть оно не конкретизировано каким-то человеком, там, нет субъекта, да, некое государство, которое вот такой вий. Вот, именно поэтому русский Хэллоуин, потому что в первой части они празднуют русский Хэллоуин, ну, то есть они попадают на этот праздник, да, а во второй части герои попадают уже в Москву, они приезжают и попадают на Калиду. И, то есть вот такая история масок где-то, да, комедия масок. Ну, хотя это не совсем комедия, потому что за смехом, ну, я там очень серьезные вещи стараюсь прятать, я считаю, что это, ну, очень сложно сделать, чтобы было смешно и интересно и страшно одновременно, потому что там страшные вещи, конечно, происходят. И заканчивается все очень печально. Нет, то есть без хэппи-энда, да? Ну, там с хэппи-эндом, там, да, тяжело. Сложно, да? Вот о давлении социума на личность, да, не могу не спросить. Вот буквально все социальные сети обсуждают. Два дня назад прошел в Москве марш памяти Немцова, да, я посмотрела, какие там лозунги несли, свободу политзаключенным, долой совок, Россия без Путина, Россия будет свободной, дело сети позор России. Вот как, теперь вопрос, как к профессиональному юристу? Вот как вы оцениваете вот эти современные протестные движения вот последних, там, года, полутора в России? Последних лет, наверное, да? Ну, на мой взгляд, я не думаю, что он субъективный взгляд, потому что это, в принципе, факты, да? Сегодня в России, ну, Россия, пожалуй, вообще чуть ли не самое демократичное государство в мире, потому что это видно потому, какие либеральные оппозиционные силы присутствуют, да, в стране, и вообще, как вольготно они себя ведут там, да, то есть, я не знаю, например, там, в Европе, чтобы такого рода марши и митинги, да, проходили, ну, представьте себе, что вот в той же вот, ну, давайте вот в Латвии, да, проходит какой-нибудь марш, и тут бы люди появились с российскими флагами, да, но у меня в голове как-то не очень укладывается. Там совершенно свободно, я тоже смотрел, значит, ходить я туда не ходил, потому что, ну, я не вижу в этом смысла, тем более, что это, в общем-то, не марш памяти Немцова была, чистая политическая акция, но какие флаги? Судя по лозунгам, там, да, задачи какие-то другие. Помимо российских флагов, флаги ЕС, флаги Украины, флаги ЛГБТ, то есть, ну, представьте себе, чтобы это происходило в Европе. А в каком контексте флаги ЛГБТ памяти Немцова возникли? Ну, я не знаю, понимаете, это уже вопрос к организаторам, потому что они пытаются впихнуть вообще невозможное вообще, это вообще никакого отношения, вся эта история не имеет к памяти Немцова, тем более, там, когда молодых людей спрашивали, как вы относитесь к тому, почему вы вышли, кого вы поддерживаете, они вплоть до того, это в ролике на Ютубе есть, что вот мы поддерживаем, там, вчера убили, там, Бориса Немцова нашего, какое вчера? То есть, люди даже не в курсе вообще, что происходит. Ну, понимаете, в данном случае речь идет о зомбировании толпы. А что касается, вот, я не случайно сказал про демократическое государство, хотя у нас интенсивно пытаются, там, везде в СМИ очернить это в качестве кровавого режима, Мордора, там. Ну, посмотрите, вы говорите демократическое государство, но здесь 22 тысячи с лишним. Может, даже больше. По оценкам вот этого белого счетчика, да, но полиция дает цифру в два раза меньше. Кстати, так обычно всегда, но это достаточно большое количество людей. Ну, даже если 10 тысяч людей. Для Москвы это мало. Мало, да? Ну, если с агломерацией Москву посчитать, там 16 миллионов. Что такое 10, 20 или даже 50 тысяч для Москвы. Отношение? Для Москвы. А посмотрите, в других городах тоже эти митинги проходили, сколько там собрали. Ну, в Петербурге тысячи. Ну, вот о чем мы говорим. Но я хочу вернуться по поводу... То есть, люди протестуют, они говорят, что мы живем в недемократической стране? Нет, небольшой процент. Это, ну, какое-то количество от населения страны, понимаете? Я не знаю, там, какое оно точно, там, 8-10 процентов всего, понимаете? В любом случае большинство... Ну, это получается меньше, чем 0,2 процента. Ну, это... Меньше. Ну, возьмите там тоже Москву 16 миллионов, и пусть вышло даже не 20 тысяч, а 50 тысяч. Что это такое? Ну, это ерунда, это капля в море. Теперь, по поводу демократических сил, кровавого режима, тирании и всего остального. В России существует эхо Москвы, дождь, недуза. Собчак на федеральном канале ведет программу. Да, это новый проект. Известный белоленточник в прошлом, не знаю, как сейчас, художественный руководитель театра на Малой Бронной. Государственного театра. Государственного. Бояков, бывший либерал, переодевшийся в патриота, не знаю, насколько искренне, художественный руководитель МХАТа. То есть, о чем мы вообще говорим? О какой тирании, о каком кровавом режиме идет речь? Если речь идет о том, что там кого-то сажают, да, ну, как это принято говорить, они же дети, их нельзя трогать. Ну, так, ребята, в свое время у меня товарищ Яшин, он, а, кстати, Яшин, депутат муниципального округа, вот, Навальный совершенно открыто организовывает свои митинги. Да, их, правда, изредка отлавливают и сажают, но по формальным причинам я Яшину сказал, понимаете, когда вы выходите на митинг, вы и вам согласовывают этот митинг, предположим, на проспекте Сахарова, а вы почему-то оказываетесь после этого на Тверской, там, в выходной день или там, в какой-нибудь там праздник, и вовлекаете в это, там, детей, там, проходящих людей, то вы нарушаете законодательство, потому что вам согласовали в конкретном месте, почему проспект Сахарова, потому что это тоже центр, и это очень удобное место, оно никому не мешает. Когда они появляются на Тверской, они нарушают подзаконные акты, вот и все. Сейчас, дорогие радиослушатели, мы прервемся на новости и рекламу, оставайтесь с нами, напоминаем, что гость эфира у нас российский литератор, драматург и адвокат, юрист Глеб Нагорный. В эфире программа «Встретились, поговорили», и сегодня мы в нашей программе встретились с гостем из России, с гражданином Литвы, рожденным в Вильнюсе. Наш гость – литератор, драматург, адвокат, юрист Глеб Нагорный. И в первой части программы мы говорили о недавних протестных демонстрациях в Москве. Глеб, а что была за история, когда вы начали говорить про Илью Яшина, что он забанил вас в соцсетях? То есть, что стало поводом? История такая, что там вроде бы был какой-то очередной митинг, там кого-то там, в общем, взяли под белые руки. То есть, поясним, что Илья Яшин – это человек, который возглавляет вот эти оппозиционные движения и вместе с Навальным является таким, как флагом выдвижения. Да, да, совершенно верно. И при этом еще и депутатом. Ну и государственным служащим. Да, государственным служащим. То есть, это по поводу того, к вопросу о тирании, кровавом режиме и так далее. Он же у нас якобы тоже юрист. Я ему стал, вернее, он мне стал объяснять, что нарушают их права конституционные, там, выходить на улицы, митинговать и так далее. Я ему пытаюсь объяснить, что Конституция – это, в принципе, декларативный документ, очень небольшой, как во всех странах, который является договором между гражданами и государством. Основные права и обязанности государства и гражданина декларируют в этом документе. Но реализация этих прав, она прописана в подзаконных актах, в законах, в кодексах. И в данном случае их брали не за то, что они там нарушают Конституцию, а за то, что они нарушали подзаконные акты. То есть, если вам согласовали митинг на проспекте Сахаровой, еще раз повторяю, это очень удобное место, потому что оно находится в центре, там, около Красных Ворот. И в то же время оно большое и никому не мешает. То есть, там можно и в мегафоны кричать, и флагами размахивать, и до 10 тысяч, а то и больше, наверное, людей вместить. А когда они начинают приезжать на Тверскую, естественно, они нарушают вот это согласование, вот этот момент. После чего я был категорически забанен, то есть, уже дальше я ему ответить ничего не мог. После чего я вижу, как у нас милые дети, они же дети. Знаете, я в Америке, например, себе такую ситуацию там вообще просто категорию, ну, не могу просто представить, ни в Америке, ни в Англии, ни во Франции, чтобы люди, которые находились в УАЗиках, еще делали селфи с полицейскими и выкладывали это в соцсетях. То есть, ну, это просто уму непостижимо. То есть, поэтому, конечно, в этом смысле это все очень демократично происходит. Ну, а то, что им не нравится, это тоже демократия. Они вправе выражать свое мнение, но как толерантные люди, они обязаны прислушиваться к другому мнению. У нас получается так, что все, что не согласуется с оппозиционными силами, является пропагандой. Но пропаганда, она всегда, она о двух концах, да. И чтобы иметь свое мнение, надо своими глазами вообще на это все смотреть, да. То есть, у нас получается так, что, к сожалению, те же оппозиционные силы, они очень сильно ведут пропаганду там в социальных сетях. И, например, на Навальном я крест давно поставил после того, когда он 16-летних детей вывел на Тверскую. Потому что, не дай бог, если бы что-то случилось. То есть, и это я говорю... Но это на Тверскую, где он заведомо знал, что это нарушение закона, да? Да, да. Но это же всегда, это провокация. Это провокация, чтобы обязательно что-то случилось, и можно было бы кричать во весь мир о том, что существует кровавый режим, понимаете. Я про себя могу сказать, что я человек все-таки с гражданством ЕС, да. Вот я хотела спросить, сейчас очень много есть таких настроений на фоне вот того, что вроде как ужесточается такая тоталитарная составляющая в общественной жизни в России. Многие подумывают, что нужно уезжать в свободную Европу. У вас не возникали ли мысли каким-то образом перетащить семью или вернуться в Литву, потому что там спокойнее? Значит, переехал я в Москву 16 лет назад. Как говорил, у меня гражданство, значит, Литвы, соответственно, совершенно свободный доступ во все европейские страны. У моего ребенка пятилетнего двойное гражданство, да, за счет того, что он родился на территории РФ, а я гражданин Литвы, он, соответственно, имеет право получить второе гражданство. Если бы было так, как пишут в СМИ, как в соцсетях, я бы первый бы давным-давно продал бы свою недвижимость в Москве, если бы успел бы. Ну, а не успел бы, значит, взял бы жену в охапку, ребенка и на первый самолет бы сел. Мне в голову это не приходило. По одной простой причине, потому что я считаю, что для того, чтобы понимать, что происходит в Москве, в России в частности, надо не соцсети читать, да, и там исключительно либеральные СМИ какие-нибудь, но если нету возможности приехать в Россию, то почитать и либеральные, и патриотические. И вот из этих двух пропаганд, да, официальные версии, и из этого сделать какие-то выводы. Но от этого может произойти, конечно, каша в голове. Поэтому желательно сесть на самолет и прилететь, и посмотреть своими глазами, ходят ли медведи по улицам, понимаете, пьют ли водку, есть ли танки. Потому что, ну, там, к моей жене не так давно, там, контрагент из Англии приезжал, он был абсолютно, причем это не зомбированный человек, вот, совершенно, и не либерал, и не ура-патриот, он был уверен, когда его к Кремлю, значит, привезли, показать, значит, на всю эту красоту, он сказал, а где танки, где военные у вас, а там каток, каток люди катаются, понимаете, на коньках. То есть вот так вот, все это через соцсети, это все очень мощно, точно транслируется. А если человек, он с определенным взглядом каким-то, ну, предположим, либеральным, он, естественно, будет гуглить одну фразу «Путин вор», и с удовольствием будет получать эту информацию. А я думаю, что надо, помимо того, что там «Путин вор», предположим, гуглить что-то другое, там «Достижение», да, там «Московское центральное кольцо», да, «Диаметры», которые вот Собянин недавно там сделал, это же все расширяется, это все красивое становится. Кстати, вы переехали из Вильнюса в Москву 16 лет назад, и, в общем-то, у вас родители и друзья в Вильнюсе, вы живете как, ну, можете объективно судить и сравнивать. Как изменилась за последние 15 лет, скажем, 15 лет Литва, и как изменилась Москва? Просто колоссально, причем изменилась Москва, а не Литва, ну, в частности, Вильнюс. Почему? Во-первых, «Московское центральное кольцо» открыто, чего не было. «Диаметры» открыты, то есть это уже в подмосковные города можно доехать на метрополитене, там тоже на Хабино, раньше только на электричке это можно было сделать. Скверы потрясающие, там лет 15 назад на детскую площадку выйти нельзя было, потому что там только алкоголики сидели, бомжи какие-нибудь, все это было разломлено. Сейчас это потрясающие новые детские площадки. В то же время я буквально неделю назад из Вильнюса вернулся, и могу сказать, что вот удручающее впечатление. Во-первых, пустой город, во-вторых, весь старый город, а это лицо города, естественно, туристическое лицо, то есть первым делом туристы туда пойдут. Оно все в граффити, чего не было, например, когда я уезжал. Тут просто испещрено граффити и с облупленной штукатуркой дома. Ну вот как? Но вы уезжали 16 лет назад, еще не было, в общем-то, в мире такого русофобского массового отношения к России? Нет, я уезжал по другим причинам. Я уезжал именно потому, что мне было тесно и скучно. То есть, ну вот в качестве примера, только вот за прошлый год я сходил в Москве на выставки. Причем это не какие-то там суперсобытия были, а просто для меня это бытовые выставки. Ну, то есть, вышел в город, где выставки идут? Ну, давай туда сходим. То есть, Илья Кабакова, Серебрякова, Фриде Кало, Диего Ривьера, Репина, Поленова, Мунка, Пепперштейна. То есть, вот город бурлит, он все время там что-то… Вот сейчас вот Дали привезли, недавно был на Родченко. То есть, а, на русском авангарде был. То есть, я уже даже не все могу вспомнить, да. Там на фестивале Юрия Михайловича Полякова, там театральный фестиваль, 8 спектаклей посмотрел. Там, хотя их было больше. То есть, он все время живой, он бурлящий, он активный, энергичный. А в Литве мне этого не хватало. Ну, просто мне не хватало, потому что стоит там кому-то чего-то добиться, все сразу или в Россию, или куда-нибудь на Запад. У меня в Однокласснике там огромный был класс, половина по всему миру расселилась. От Израиля, заканчивая Канадой. К сожалению, в Латвии такая же демографическая тенденция, что население сокращается, люди уезжают. Да, хотя мне Рига понравилась больше, чем Вильнюс, потому что тут как-то и архитектурных стилей больше. Тут и готик, и юнген стиль, да. Юнген стиль, ну, вообще это как-то так, ну, мне этот город по какой-то архитектуре, он как-то ближе, да. Но людей тоже нет, людей нету, пусто, я это заметил. А вот вернемся к вашему вильнюскому еще периоду. В одном из интервью очень интересно подметили происхождение термина «оккупант» и то, как он потихонечку вошел в язык. А, ну, это, понимаете, вот по поводу пропаганды, то есть когда вот республики отсоединяться начали, я прекрасно помню, что вначале, вначале было слово, и вот это слово было, оказывается, «оккупант». То есть ни в 70-е, ни в 80-е годы это слово не муссировалось вообще. Это вообще словарное слово, оно редко использовалось когда-либо, то есть «оккупант». И вот даже на тех, на западных станциях его особо не использовали. Но потом оно в одном месте оказывается «оккупант», в другом «оккупант», в третьем «оккупант». Глядишь, через полгода ты это уже на кухнях проговариваешь, на полном серьезе. Открывается такое окно Авертона, вот, и на полном серьезе все кричат «оккупация, оккупация». Ну и довели, в общем, до того, что, в общем, по большому счету, огромную страну развалили, конечно, с колоссальными проблемами в идеологии, это нельзя не признавать. Но не знаю, насколько вообще имеет право на существование вот именно слова «оккупация». Это под большим вопросом. Не могу не воспользоваться тем, что у нас гость в одном лице, литератор, драматург, творческий человек, который особенно театральную среду российскую знает, и, с другой стороны, адвокат, профессиональный адвокат, член адвокатской палаты Москвы, профессионального союза адвокатов России. Вот скажите, как юрист и как драматург, интересно ваше отношение к Кириллу Серебренникову и как к режиссеру, и с точки зрения вот правового поля? Как режиссер, он не любопытен. Я видел те же «Мёртвые души», хотя я прекрасно понимаю, что там есть определённый подтекст, который он талантливо привносит. То есть я имею в виду гомосексуальные подтексты, это делается, конечно, совершенно осознанно, это не сразу воспринимаешь. Вот. Но как раз талантливая пропаганда, она самая сильная. Но это хороший режиссёр. Он умеет работать с текстом, он умеет работать с образами, и тут уже вопрос восприятия. Да, там нравится, не нравится. Что касается правового поля, это экономическое преступление. Ну, конечно, дело надо читать, чтобы какие-то выводы делать. Но для меня совершенно очевидно, что нет дыма без огня. Потому что, во-первых, я читал интервью Вороновой в своё время на как раз либеральном портале «Медуза», когда она сама признавалась, что сожгли бухгалтерию. Насколько я понимаю, нашли фирмы-однодневки, и, соответственно, с директорами допрашивали директоров. А суть экономических преступлений, она достаточно простая. То есть, сходится дебет с кредитом или не сходится, сходятся цифры или не сходятся, завышались цифры где-либо или не завышались, шаблонные договоры или не шаблонные. Если были фирмы-однодневки, значит, деньги выводились. То есть, тут ни в коем разе нельзя путать талантливого человека Кирилла Серебренникова, режиссёра и театрального, и кинорежиссёра, с руководителем организации. А в данном случае для органов он такой же руководитель организации, как руководитель строительной компании и любой другой. Но вот защитники Серебренникова говорят, что, в принципе, в России в театральном деле невозможно вести честную белую бухгалтерию, и что все идут на какие-то такие вещи не совсем законные, а преследуют только Гогольцентр. Вообще странная защита получается, да? То есть, мы не можем не воровать, ну, то есть, прямым текстом, да? Я могу сказать одно. Ну, пока вот Кирилл Серебренников, я не знаю, чем дело закончится, там, может быть, его грамотный адвокат это развалит, но это как бы хороший пример для того, чтобы остальные одумались и научились всё-таки как-то руководить своими театрами, не воруя, да? Ну, вот, понимаете? А вот вы приводили интересный пример по поводу театра на Перовской, как там художественный руководитель тоже был привлечён. По другой статье, ну, она не такая серьёзная была, но, тем не менее, да, он получил срок, но это не так муссировалось в СМИ, потому что Панченко, он не относился никогда к либеральной среде, и никто не кричал, соответственно, в СМИ наших бьют. Я так понимаю, там была не очень хорошая ситуация с коллективом, да, и, по всей видимости, как говорится, ну, чёрт зёрнул его за руку, да, и там было определённое нарушение, в том числе Уголовного кодекса, но, извините, я что-то не помню, никаких статей в защиту Панченко. Зато вот у нас стоило вот Серебренникова против них дело возбудить, как тут началось, ну, прям, чёрти что. А вот вы, как человек из Вильнюса и театральный человек, как объясните феномен, что литовские режиссёры занимают такое важное место в театральной жизни России? Да, тут нет феномена особого, потому что, понимаете, Россия, она всегда открыта была для всех национальностей, то есть тут, в том числе, посмотрите, в том же российском законодательстве разрешено двойное гражданство, совершенно спокойно. В той же Литве запрещено, я поэтому никак не могу получить второе гражданство, вот. И есть человек талантливый, он приезжает в Россию, он ставит там спектакли, тут Тумина с художественного руководителя, Вахтангова, Карбауски с Маяковского, ставит Мариуса Ивачкевича с литовского драматурга, Оскара Скоршунова в МХТ недавно что-то по чайку, по-моему, поставил. Вот, то есть Лютаева там живёт, Борис Моисеев там живёт, ну, то есть вот выходцы как бы. И при этом я не знаю, я не знаю ни одного художественного руководителя, скажем, из России, чтобы он занимал какой-то серьёзный пост там в той же Литве, вот. Ну, потому что никто в России не делает как бы акцент на национальности, потому что, ну, это очень мешанная нация вообще сама русская, потому что кого ни копни, там и украинские корни будут, и еврейские, и русские, и белорусские, и литовские вполне возможно, поэтому тут. А вот нет такого, что в Литве там неодобрительно относятся к ним, потому что они всё-таки работают в тоталитарном государстве? А вот я не знаю, как они к ним относятся, мне сложно сказать, потому что, правда, не могу ответить на этот вопрос, вполне возможно. А может, это просто зависит. В любом случае, конечно, когда Тумина ставят в Москве, об этом знает весь мир, ну, что говорить. Да, когда кто-то ставит в Литве, в Вильнюсе, об этом знает Литва. А вот Вы часто подчеркиваете, что, в принципе, по нутру своему и по своему мировоззрению Вы либерал. Вот, например, в классическом понимании, что Вы вкладываете в понятие либерал? Я абсолютно, я с либеральными воззрениями, скажем так, то есть я за сексуальную свободу, за религиозную свободу, за отсутствие цензуры, за свободу слова. То есть, абы никому не мешать, да? Но то, что происходит сейчас в России, для меня это к либерализму никакого отношения не имеет. Это чистой воды анархия. Вот просто анархия, нарушение законодательства. То, что там устроил Павленский тот же, все кричали, ай, молодец, художник-акционист, да? В общем, наше всё, как говорится. Переехал в Париже, устроил то же самое. У него же на лице всё написано, да? Ну, какая тут свобода, да? То есть, одно дело, когда человек занимается собственными бубенцами, скажем так, на Красной площади, это его право. Когда он поджигает дверь государственного учреждения, неважно это, ФСБ или банк, всё, он уже перешёл на чужую территорию. Он уже нарушает законодательство. Соответственно, когда он это делал в России, либеральная среда это всё поддерживала. Когда он это сделал во Франции, либеральная среда тут же ротики перекрыла. Это всё такая двойная очень мораль. И мне это, конечно, категорически не нравится. Но вообще перекос вот произошёл и моего отношения к либеральной среде после двух моментов. Это вот то, что я говорил, то, что Навальный детей вывел, да, в принципе. А в принципе это, ну, как это, юридически подставил, да? Ну, конечно, он подставил. В принципе, это люди психологически очень внушаемые, да, из них можно лепить что угодно, тем более там 16, 17, 18 лет. А могла произойти вообще, могла произойти беда, да, какое-нибудь кровавое воскресенье очередное. И второй момент, это когда произошёл Майдан, это всё было на моих глазах, Ютуб, соответственно, ещё вообще ни одна страна это всё никак не комментировала, потому что не знали вообще, что происходит. Просто ролики вываливали в дни Майдана. И вдруг через 2-3 дня появляется статья, то есть обложка журнала за иконами, английского журнала. Там горящий человек прямо вот на самой обложке. Выглядит это в качестве горящего креста, как распятого Христа. Если приглядеться ближе, очень талантливая, опять же, пропаганда, исключительно талантливая, оказывается, что там нету горящего человека. Это человек, бегущий в огне, и покрышки горят вокруг. А внизу написано «Путин с инферно». И вот тут я понял, что меня зомбируют, потому что ещё не было ни Крыма, ни каких-либо санкций, ещё Россия официально вообще никак не прокомментировала происходящее. Если помните, там 2 недели, по-моему, ждали, что же скажет Россия. А уже началось ату его ату. И тут я понял, что, ребят, так не пойдёт. Это нечестно. Это ложь. И образами. Конечно. Визуальные образы с текстом, прямым текстом, что это путинский ад. Причём здесь это? Тем более, я понимаю, за что там можно не любить Путина. Это всё ради Бога. Это право любого, как говорится. Но это экстраполируется на всю страну, на всю Россию, на людей. И плюс… И просто даже на русских людей. На русских, конечно. Если ты русских, то ты, значит, путинист. Ничего подобного. Ничего подобного. И плюс, конечно, мне категорически не нравится. Только либеральная среда себе может это позволить. Ни одно официальное учреждение и ни одно официальное лицо себе позволить такого не может. То есть как только они где-то там проигрывают на очередных выборах, они начинают кричать в свои мегафоны «Быдло! Народ быдло!» Мне это не нравится. Вот мне категорически. Поэтому их не поддерживают. Наша программа подходит к концу. Напомню, что гостем программы у нас был сегодня российский драматург, адвокат Глеб Нагорный. И сегодня в 6 часов вечера открытая встреча с Глебом, открытая дискуссия будет посвящена театру и литературе в отеле «Авалун». В 18 часов вход свободный. Если кого-то заинтересовали темы, о которых мы сегодня говорили, пожалуйста, приходите. Мы будем подробнее обсуждать драматургический конкурс автора на сцену, победителем которого Глеб стал у нас в этом году, в конце прошлого года, по итогам года, и издание нового экспериментального романа «Флёр» будет презентаться этой книги. Всего вам доброго. Глеб, спасибо большое. До свидания, до свидания. Слушатели, приходите. С удовольствием поговорим с вами. Продолжение следует.